Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Христос воскрес! Воистину воскрес! Мы рассматриваем жития святых во свете Библии, чтобы на все смотреть открытым оком. Вопросы из Игнатия Брянчанинова, 5 том, страница 99. Поклоны, совершаемые для счастлива, неодушевленные правильным умным и свердечным деланием, более вредны, нежели полезны. Не заботься о количестве поклонов. Подвижник, исполнив их, начинает радоваться. Вот, говорит он сам себе, подобно упоминаемым в Евангелии фарисею, это и сегодня Бог сподобил положить примерно 300 поклонов. Слава Богу, легкое ли дело? В нынешние времена-то 300 поклонов. Кто ныне несет такое правило? Страница 101. Применяясь к правилу, преподанному пахом и великому ангелам. Все предречения отцов схожи между собой и возвещают, что монашество последних времен будет проводить жительство весьма слабое. Уже впоследствии, при самом тщательном изучении священного писания и отеческих писаний, подвижникам, и то немногим делается мало-помалу явным, что для иноческого преуспеяния необходимо духовное назидание. Мы столько подчинились влиянию соблазнов, что даже руководство Словом Божиим, единственное средство спасения, нами оставлено. Слово Божие действует в каждом человеке соразмерно и сообразно ему. Насколько кто содержит Слово, настолько содержится им. Настолько хранит его, настолько хранится им. Кто сделает дело ради Бога, того непременно постигнет искушение, потому что всякому добру или предшествует, или последует искушение. Даже не может быть прочным делаемое ради Бога, если оно не искусится напастью. Если услышишь, что брат отозвался о тебе худо, и после этого встретишься с ним где-либо, или он придет к тебе, прими его благосклонно, с радостным приветствием и видом. Не скажи ему того, что слышал о нем. Не спроси его, зачем говорил ты то-то и то-то. Под именем сердца, разумеется, все ощущения духа. Так Пимен Великий говорил сожительствующим ему братьям. Братья, поверьте, куда будет вержен сатана, туда вернут и меня. Если святые не лгут и не придуряются своим сверхсмирением, то поверим Пимену, что он действительно будет в аду, что это ему открыл Христос, а не сам от себя он безумные слова говорит. В таком случае верит всему, что от него проблематично. Если же он ради Красного Столца так себя перещеголял, это я говорю, то ложь от дьявола. И в таком случае его слушать не следует. Апостол же Павел говорит иначе. 2 Тимофею 4,8. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья, в день он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явлений его. Иоанн Лествичник, как бы нехотя и с осторожностью, и кратко говорит о безмолвии, предохраняя от безвременного и неправильного вступления в него. Судьбы Божии привели меня быть свидетелем одной из горестных сеятов, сеяния плевелов, враждебных церквей. Эта сеятова называлась громким именем православия, подобно тому, как и другие многие подобные действия уже облекались и прикрывались великолепными наименованиями христианских добродетелей. Тогда сеятова приводила меня в ужас. Я предчувствовал, что последствия должны быть ужасны. Мнение ваше о монастырях вполне разделяю. Положение их подобно весеннему снегу в последних числах марта и в первых апреля. Снаружи снег, как снег, а под низом его повсюду едкая весенняя вода. Она съест от снег при первой вспомогательной атмосферической перемене. Важная примета кончины монашества это повсеместное оставление внутреннего делания и удовлетворение себя наружностью на показ. Весьма часто актерской наружностью маскируется страшная безнравственность. Истинным монахам нет жития в монастырях от монахов-актеров. Величайшая трудность была нравственная. В новоначале моем я не мог найти монаха, который был бы живым изображением аскетического учения православной церкви. Желание последовать этому направлению по причине сознания правильности его поставило меня в положение оппозиционное по отношению ко всем и вело меня в борьбу, из которой перстом Божьим, единственным перстом Божьим, я введен в бабаевское уединение, если только выведен. Относительно монастыря я полагаю, что время их кончено. Укажите людей, проходящих этот подвиг правильно. Их нет. Существует по некоторым монастырям телесный подвиг, и то более на показ людям. Святой Исаак Сирин говорит, что телесное делание бездушевного, сосы сухие и ложесна бесплодная, это видно на воспитании как в оптиной пустыне. Нет орудий, нет монахов, а актер ничего не сделает. Дух времени таков, что скорее должно ожидать окончательных ударов, а не восстановления. Такие умницы и ревнители, что не сделают все ко вреду. Заметно, что древние змеи употребляют их в орудии умножения в монастырях житейской многопопечительности и подьяческого характера, чем решительно уничтожается дух монашества, исполненный святой простоты. Монастыри должны быть пристанями, а они обратились в пучины, в которых вредятся и гибнут душами многие такие люди, которые посреди мира проводили весьма хорошую жизнь. Это все Игнатий Бричанинов говорит в пятый том. Некоторым вопрошающим его отец Никандр советовал стеречься от вступления в монастырь. Надо знать существенно нынешнее положение монастырей, которые могут еще показаться для верхоглядов местами спасения. Религия вообще в народе падает. Во множестве крестьян явилось решительное равнодушие к церкви, явилось страшное нравственное расстройство. А в это время штундисты только были завезены в мировую войну еще позже. И как у них все изменилось? Другие люди, слово Божие, собирались, занимались, а попы их преследовали. Подрядчики, соседи здешнего монастыря единогласно жалуются на утрату совести мастеровых. Преуспеяние во всем этом идет с необыкновенной быстротою. Вопрос 2176. Скажите, почему церковные богослужения должны проходить по уставу? Ответ. Устав всегда был. Но вот какой он тогда был и сейчас, в этом книга Левит давала точное определение, кто и что должен делать, какие кадильницы, столы, животные должны быть и где вариться мясо. У нас дело проще и дешевле, но по духовному намного сложнее. Конечно же, оно было таким, как написано в Деяниях апостолов, чтобы можно было наглядно представить. Сходите хотя бы раз с ближними вашими к баптистам и посмотрите на их богослужения. Это самое близкое к тому, что было при апостолах. Была проповедь, молитва, пение, пророчество. Но потом этот дух свободы был утерян. Люди до чрезвычайности обмерщились. Часть более ревностных бросилась в тайгу и в пустыне. Стали строить монастыри, монашеские обеты изобретать. До изощренности, доводя бездумное послушание подстригшихся. Евангелие вовсе было забыто. Это все он говорит. И тогда многие не знали, как молиться. Нашлись люди, которые написали, чтобы в этом богослужении были задействованы все пять органов чувств. Так говорю я, видимо. Не о духовном решила. Слова хорошие были в тексте написаны. Но потом пошло все в ритуал, в обряд, в жесты, в пышность. И о Боге думать некогда. Душа? Что душа? Прирепляйся к тому, что есть. И потому, кто это осознал, а они ушли из исторической церкви, образовали протестантские наслоения. Но они не удержались на первой ступени, или засохли на ней, или скатились в глубину ересей. Сегодня служба напоминает как бы помощь калекам. Как костыли хромым на оба колена. Если убрать ее, то вообще ничего не будет. Своими словами молиться не умеют, а так, хотя бы это, отбарабанят. Деяние 27. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Вопрос 2177. Разве монахи не такие же люди? Разве они не плачут, когда прощаются или болеют? Ответ. Они специально в себе вырабатывают бесчувственность. Это похваляется. У них это как признак совершенства, признак великой духовности, отрыв от земного и прелести мира. Игнатий Брянчанинов, том 1, страница 38. Смягчилось сердце Александра Семеновича, отца его, когда он увидел молодого сына своего в таком сане, какой приличен старческому возрасту, игумен, следовательно, многое обещавшего впереди. Мать его мирно скончалась 25 июля 1932 года. Замечательно, что при этом погослужении сын не выронил ни одной слезы над бездыханным телом матери. Деяние 20, 37, 38. Тогда немалый плащ был у всех, и, падая на вы и у Павла, целовали его, скорбя особенно отсказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Деяние 8, 2. Стефана же погребли мужей благоговеяно и сделали великий плащ по нем. Иоанн 11, 35. Иисус прослезился. Деяние 9, 39. Петр встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки, платья, какие дела серны, живя с ними. Вопрос 2178. Как можно познавать волю Божию? Наша дочь понравилась служащему при церкви молодому человеку. Ему нельзя стать священником, пока он не женится. Его выбор пал на нашу дочь. Его родители против этого брака. Тогда они решили написать два закрытых ответа и положили на святое место в храме. И стали молиться. Мы тоже участвовали в молитвах. Выбор остался такой. Замуж не выходить за этого человека. Но она любит его. Воля ли это Божия, чтобы отказаться от всего намеченного? А может, она бы счастлива была в этом браке? Ответ. Здесь многоступенчатая подвальная лестница. Сначала нужно было приложить силы, чтобы его родители были согласны. Если они так и не согласны, то почему? Если они грубо неверующие или еретики, тогда попытаться сломить их упрямством. Придется подождать. Но без согласия родителей никак нежелательно совершать столь ответственный шаг. Горячка пройдет, а жить придется не в лесной избушке в тайге. Вступающие в брак должны иметь согласие о родителе своих. Василий Великий, правило 38-42, и от своих господ 40-42. А уж загадки Богу загадывать, это вовсе никуда не годится. Но уж если вы на этот шаг решились и молились и Егове, то сохрани вас Бог, произносите имя Господа Бога напрасно. Он мог и услышать вас. Вы же о том ему и досаждали. Тогда ответ вам был от Бога, и рассуждать больше вовсе уже не о чем. А если вы постигнете, чтобы на своем настоять, то вы будете прокляты, и развеян, и меч пожрет вас. У евреев был такой случай с пороком Иеремии, которого также попросили вопросить о них, Бога. Но поступили они после по-своему, и все погибли. Иеремия 42-5-6, 19-22. Они сказали Иеремии, Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли, то будет, но гласа Господа Бога нашего, к которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушать глаз у Господа Бога нашего. К вам остаток удоизрек Господь, не ходите в Египет, твердо знайте, что я ныне предостерегал вас, ибо вы погрешили против себя самих. Вы послали меня к Господу Богу нашему, сказав, поболись о нас, к Господу Богу нашему, и все, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем. Я объявил вам ныне, но вы не послушали гласа Господа Бога нашего, и всего того, с чем Он послал меня к вам. Итак, знайте, что вы умрете от меча, голода и моровой язвы, в том месте, куда вы хотите идти, чтобы жить там. Вопрос 2179. Скажите, какой смысл в молитве, когда и где ее нужно совершать, если польза в бездумном, чтение, поймает во слово, или польза больше, когда молишься своими словами? Святые мужи веры молились Богу по заранее написанным молитвам, и Бог слышал их. Есть много прекрасных, очень насыщенных молитв, но есть и специальные молитвы для старых людей, о чем им нужно особенно заботиться в молитве, и о духовных наставниках своих, как молиться? Ответ. Для себя я знаю, а когда для других отвечать приходится вопрос о молитве, то единого рецепта дать невозможно. Молитва требует постоянного упражнения в ней. Нужно и по молитвослову молиться, но не бездумно, а вкладывая ум свой в то, что считаешь, соединяясь с считанным, как бы ее своей делая, и своими словами, по псалтыре, обязательно на русском языке, тем более сейчас издана по благословению патриарха, крупно, жирным шрифтом, и по четким лестовкам. Но если только по старообрядке, вот и до, и ни шага в сторону, и только по церковному славянски, то я этого понести не могу. Мне нужна импровизация, живое общение с Богом. Молитва по потребности. У нас много молитв в ответе по житиям святых. Я выбрал более сорока житей, из которых взял их живые молитвы, как они молились своими словами. Это в первых видеороликах. Это нужно постигать только на личном опыте. Филиппийцам 4.6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве прошение с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Римлянам 8.26 Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 1 Корифон 4.15 Что же делать? Стану молиться Духом, стану молиться и умом. Буду петь Духом, буду петь и умом. Молитва нужна для связи с Богом, так как мы немощны, и можно ее совершать повсюду. Эфесянам 6.18 Всякая молитва и прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь со всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых. Заранее составленные молитвы, как и заранее составленные стихи и песни. Конечно же, много содержательно могут быть, чем сказано экспромтом. Но нам поверено, однако, открываться в своих молитвах, лично из нашего возрожденного сердца исходящие молитвы износить. Филипписям 4.6 Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Римма 8.26 Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Если хотите принять, то можете даже вот эту мирской газету опубликованную молитву применить. Известие 19.7.3.47 Из молитвы человека пожилого возраста. Господи, Ты знаешь лучше меня, что я скоро состарюсь. Удержи меня от рокового обыкновения думать, что я обязан по любому поводу что-то сказать. Спаси меня от стремления вмешиваться в дела каждого, чтобы что-то улучшить. Пусть я буду размышляющим, но не занудой, полезным, но не деспотом. Охрани меня от соблазна детально излагать бесконечные подробности. Дай мне крылья, чтобы я в немощи достигал цели. Опечатай мои уста, если я хочу повести речь о болезнях. Их становится все больше, а удовольствие без конца рассказывать от них все слаще. Не осмелюсь просить Тебя улучшить мою память, но приумножь мое человеколюбие, усмири мою самоуверенность, когда случится моей памятности, столкнуйся с памятью других. Об одном прошу, Господи, не щади меня, когда у тебя будет случай преподать мне блистательный урок, доказав, что и я могу ошибаться. Если я умел бывать радушным, сбереги во мне эту способность. Право, я не собираюсь превращаться в святого. Иные из них невыносимы в близком общении. Однако и люди кислого нрава, вершинное творение самого дьявола. Научи меня открывать хорошее там, где его не ждут. И распознавать неожиданные таланты в других людях. Аминь. Молитва за Духовного Отца Господи Боже мой, даровавший мне свет Евангелия через моего наставника, через которого родил ты меня словом твоим неизреченным. Прошу тебя, владыка души моей, помоги моему духовному отцу и сохрани его от самого малого заблуждения, чтобы он не уклонился от священного писания и не толковал слово твое вопреки святым отцам православной церкви, чтобы эта истина была с ним всегда, когда молятся тебе так, но усмиряй, порабощай тело мое, дабы проповедовать другим самому не остаться недостойным. Помоги ему, создатель мой, чтобы слово твое растворялось, распространялось через моего наставника, и как он нанес слово твое до меня, так бы оно было известно через него еще для многих, как много у проповедующего твою истину опасности от внешних врагов и от внутренних. Помоги ему, сохрани его в пути, в беседах, в одиночестве, при свете дня и в ночной темноте и на ложе спящего. Разрушь все замыслы врагов телесных и духовных против него, дай ему силы молитвы о деле Божьем, о спасении моей души, и услышь его воздыхание и о мне грешном. Добрый твой ангел-хранитель доведет страх на врагов его, умягчи их сердца и обрати к себе восставших на раба твоего. Ты знаешь, Господи, сколько он уже потерпел, претерпел, и что враг всегда в первую очередь нападает на рождающих духовно. Удержи его от падения, от соблазнов и искушений, и дай ему все переносить с радостью, и да наполнен будут его уста словословием тебе всемогущему, пролившему за нас свою причистую кровь во оставление наших грехов. Да будет благословен он во всех делах своих угодных тебе. И на мытарствах проведи его душу до царствия твоего. По его молитвам и мне даруй все просимое мной для отца моего духовного, единый отче, пастырь души моей, искупленный Христом Иисусом на Голговском кресте. Учителя церкви предупредили нас, чтобы мы вместо пастыря здесь на земле не избрали волка. Да не будет этого со мною. Да будет благословенно Твое святое имя и прославлено нашей жизни словом и делом. Аминь. Вопрос 2180. Вы говорите, что в Писании нет того, чтобы как-то вывести из ада наших родственников. Но церковь молится мученику Уару, который имеет от Бога такое дерзновение и по его молитвам наши родные могут получать перемену состояния за гробом и быть в раю. Так же и Паисию Великую молятся. Ответ. Нельзя сказать, что совсем уж на пустом месте это заблуждение относительно Паисии Великой и Уарры. В житиях есть сон почитательность Уарры Клеопатры и на его основе все остальное произросло. Но за гробом мучить неверующих никто и никогда не изменит. 2 Коринфянам 5.10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Иклисиаста 11.3. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. Если упадет дерево на юг или на север, там оно и останется, куда упадет. Иоанн 3.36. Верующий в сына имеет жизнь вечную, неверующий в сына не увидит жизни, но где в Божий пребывает на нем. Уар. 19 октября. Одна благочестивая вдова по имени Клеопатра, родом из Палестины, муж которой был военачальником в Египте и который имел сына еще малого отрока по имени Иоанн, со скорби смотрела издалека на страдания Уара. Когда тело святого было брошено вне города, она ночью взяла с собой несколько рабов своих и тайно унесла многострадальное тело святого Уара. Принесший его в дом свой, она выкопала могилу для него в своей спальне перед постелью своей и там положила его. На следующее утро на месте вывел из темницы прочих страдальцев и, долго мучив их, усек мечом и бросил за городом непогребенными. Тела их также ночью некоторые тайные исповедники христовой веры предали погребению. Клеопатра же все время возжигала над гробом святого Уара свечи и совершала кождение почитая его своим великим заступником и ходатаем перед Богом. Когда прошло несколько лет и гоня не утихло, Клеопатра пожелала воротиться в свое отечество и долго размышляла о том, как бы ей унести с собой мощи святого Уара. Наконец, приготовив ценный подарок, она обратилась к наместнику через одного ходатая с такой просьбой. Муж мой был военачальником и умер здесь на царской службе, окончательному погребению он еще не предан, ибо в чужой стороне нельзя его похоронить так, как прилично хоронить важного военачальника. Я же, оставшись вдовою в чужой стороне, хочу возвратиться в свое отечество к своим родным. Посему позволь мне, господин мой, взять с собой останки любимого мужа моего и предать их с почетом погребению в моем отечестве, в гробнице моих предков, ибо я не хочу и по смерти с ним разлучаться. Так поступила эта женщина ввиду того, что христиане, узнав, что она выносит из их города мощи святого мученика, могли бы воспрепятствовать ей в том и отнять у нее сие драгоценное сокровище. Но местник же, приняв подарок, разрешил ей увезти тело ее мужа, и она, взяв вместо него мощи святого Уара, принесла их как некую драгоценность из Египта в Палестину и в своем селении положила со своими предками. Всякие деньги находила на гробнице святого, совершала там каждение и ставила свечи. А по ее примеру и другие христиане, жившие там, начали с нею приходить в гробнице святого и приносить туда своих недужных, которые по молитве святого Уара получали при гробе его исцеления. И распространила слава святому Уаре по всем окрестным местах и все с верой притекали к гробнице его. По окончании святой службы Клеопатра устроила богатое угощение для всех собравшихся и сама вместе с сыном служила своим гостям. В это время сын ее, служа гостям, внезапно заболел и пошел лечь на одр свой. Когда все гости встали за обеда, Клеопатра стала звать своего сына, чтобы он вкусил от остатков трапезы. Но Иоанн не мог сказать ни слова, сжигаемый огнем горячки. Увидев, что сын ее заболел, мать сказала, клянусь Господом, что я не вложу куска хлеба в уста мои, доколе не увижу, чем кончится болезнь моего сына. Она села около него, охлаждающим возможности, сожигавший его жар болезни и скорбя о своем единственном сыне. В полночь отрок умер, оставив свою мать в безутешном горе. С плащем устремилась она тогда в храм святого Уара и, припадши к его гробнистого пияла, так-то отплатил ты мне угодник Божий за то, что я столько потрудилась для тебя. Такую-то помощь ты оказал мне, тогда, как я для тебя презрела своего мужа и возлагала на тебя всю свою надежду. Ты допустил умереть моему единственному сыну, погубил мою надежду, отнял у меня святочей моих. Кто теперь пропитает меня в старости, кто закроет мне очи по смерти, кто погребет мое тело, лучше бы мне умереть самой, чем видеть мертвого моего сына, как цветок, увядший прежде времени. Отдай же мне моего сына, как некогда Елисея Самонитянки. Или же и меня тотчас возьми отсюда, и во мне от горькой печали жизнь стала в тягость. Прибывая с плащем у гроба святого, она на краткое время от крайней усталости великой скорби погрузилась в сон. В сновидении при ней явился святой Уар, держа за руку ее сына. Оба они были светлые, как солнце, и одежды были белее, чем снег. На них были золотые пояса, и венцы на головах красоты несказанной. Увидев их, блаженная Клеопатра бросилась к ногам их. Но святой Уар понял ее, говоря, о женщина, что ты жалуешься на меня? Ужели я забыл твои услуги, какие ты оказала мне в Египте во время путешествия? Или ты думаешь, что я не чувствовал ничего, когда ты взяла мое тело из груды трупов, скота, и положила меня в своей комнате? Разве я не внимаю всегда твоим молитвам, и не молюсь за тебя Богу? И прежде всего я умолял Бога о сродниках твоих, с которыми ты положила меня в гробнице, чтобы им были отпущены грехи их. Потом я взял на служение небесному царю твоего сына. Не ты ли сама просила меня здесь, чтобы я спросил для тебя у Бога то, что ему угодно, и полезно тебе и твоему сыну. Итак, я просил всеблагого Бога, и он соблаговолил по неизрещенной своей благости на то, чтобы твой сын был принят в небесное его воинство. И вот сын твой, как ты видишь, теперь стал одним из предстоящих престолу Божию. Если же хочешь, возьми его обратно и пошли его на службу к царю земному и временному. Вижу, что ты не хочешь, чтобы он служил царю небесному и вечному. Отрак же, сидевший на руках уара, обнял его и сказал, нет, господин мой, не слушай матери моей, не отдавай меня в мир, полный неправды всякого беззакония. Откуда я спасся благодаря твоему заступничеству? Не лишай меня общения с тобою и со святыми. Аминь.